Комплект учебных пособий Комплект учебных пособий Какие основные критерии и методические приемы использованы в этих учебниках, которые позволяют учителю начальной школы реализовать стандарты нового поколения? Обратим в первую очередь внимание на то, что акцент нового стандарта поставлен совершенно четко. Знания даются ученикам не только ради простого формального знания, а даются для того, чтобы ребенок мог использовать это знание и в своей жизни, и в учебной деятельности. Мог применить это знание. А здесь уже на первое место мы ставим вот такую заповедь, если хотите. Знание мертво, пока оно не становится предметом деятельности. Как только ученик начинает действовать со знанием, то есть применять его в различных ситуациях, знакомой, совсем не знакомой, в какой-то творческой ситуации, знание оживает. И оно становится его собственным уже знанием. Не чужим, а своим собственным. Поэтому, создавая учебные пособия, мы стояли именно на этой позиции. Знание должно быть живым, то есть все время находиться в активной зоне внимания ученика. Ученик должен действовать с этим знанием. Отсюда система заданий, позволяющая ученику познать окружающий мир различными способами и так далее, она и представлена через определенную конструкцию учебника, через методический аппарат учебника и так далее. Ну, назовем несколько моментов, которые являются как бы методическим обеспечением этого курса. Ну, во-первых, учебники есть. Учебники в двух частях. Вот я сейчас вам покажу вторую часть первого класса. Также для всех четырех классов, с первого по четвертый класс, также учебник в двух частях. И обращу сразу ваше внимание, что методический аппарат учебников сразу начинается с обложки. Уже по обложке ребенок может определить, что он будет изучать по этой книге. Иллюстрации, иллюстративный материал служит ребенку как источник информации. А одним из основных положений нового стандарта является умение ребенка работать с источниками информации, причем с разными их видами. Ну, вот в данном случае я показываю как учебник. Помимо учебника, в каждой части учебника имеется рабочая тетрадь. В каждой части учебника. В рабочей тетради ученик как раз и пытается использовать все знания, которые он приобрел на уроке. Реализовать их, применить в различных ситуациях. Помимо рабочих тетрадей, есть для каждого класса, ну, в данном случае я показываю вам четвертый класс, для каждого класса тетрадь с тестовыми заданиями. И эта тетрадочка как раз позволяет проверить, насколько хорошо сформированы те или иные умения, хорошо ли сформированы те или иные знания. Вот, поэтому в этой тетрадочке как бы с одной стороны контролирующая функция вроде бы выполняется, а с другой стороны и самоконтроля. Ну, а давайте посмотрим, как в этих тетрадочках осуществляется контроль за усвоением тех или иных знаний. Ну, вот давайте посмотрим вот здесь. Вот в первую очередь находится так называемый тест, по которому можно проверить формальные знания ученика. То есть ученик должен выбрать ответ на поставленный вопрос формально и затем оценить свою работу. Вот здесь он прописывает все ответы свои и потом проверяет ответы. И мы таким образом проверили формальные знания. А вот универсальные учебные умения, которые мы также формировали, он проверяет в работе номер, например, в данном случае номер 3. В работе, где как раз используют те знания, выполняя определенные задания. Вот эти, скажем так, тетрадочки с тестовыми заданиями позволяют учителю отслеживать, а ученику самому себя контролировать, усвоил или не усвоил, хорошо усвоил, или надо что-то еще почитать, что-то проверить, где-то ошибочку совершает и так далее. Значит, помимо учебников, рабочих тетрадей, тетрадей с тестовыми заданиями для контроля и самоконтроля за усвоением учебного материала и учебных универсальных умений, еще имеются, конечно, методические рекомендации для учителя, в которых довольно подробно описаны все задачи уроков, содержание этих уроков, описана деятельность, виды деятельности учащихся на уроке и так далее. В этих методических рекомендациях уже в соответствии с новым стандартом разработана так называемая рабочая программа, по которой учитель смотрит, какие проблемы решаются на уроке дальше, какие формируются понятия, либо, естественно, научные, исторические и так далее, все, что входят в данный комплект, в этот курс. Помимо этого, прописаны в рабочей программе, какие формируются универсальные учебные умения, действия среди них и личностные, и коммуникативные, и регулятивные, и познавательные, все это проверяется, конечно, и формируется, внимание на это уделено большое, на формирование этих универсальных учебных умений в данном случае. И виды деятельности ребенка на уроке также прописываются. То есть рабочая программа позволяет учителю, имея ее у себя на руках, осуществлять образовательный процесс, понимая, дополняя, конечно, своими идеями, несомненно. Помимо учебников, рабочих тетрадей и тестовых тетрадочек, методических рекомендаций, сейчас начинается выпуск наглядных пособий к первому классу в этом году, и так последовательно каждый год к следующему классу. Наглядные пособия будут представлять из себя не только плакаты, их будет минимальное число, будут представлять наборное полотно, в которое учитель может во время изучения того или иного материала динамично включать иллюстративный какой-то материал. А ученики, используя разрезные карточки, могут выстраивать классификационные ряды, какие-то сериации какие-то и так далее, ситуативные ситуации, то есть причины следствия выстраивать, цепочки какие-то выстраивать и так далее. То есть наглядный материал, он будет подвижный, динамичный, скажем так. Помимо карточек иллюстративных, будет возможность у учителя вместе с учениками осуществлять моделирование предметов окружающего мира. Моделирование предметов окружающего мира, что на сегодняшний день в новом стандарте поставлено как одна из основных задач формирования умения моделировать. То есть это известнейший способ познания окружающего мира. Вот это дается в данном случае. И будет выпускаться диск для интерактивной доски. С помощью этого диска учитель также может, используя интерактивную доску, тоже предоставить возможность учащимся активно участвовать в познавательной деятельности и выполнении различных заданий. Вот это то методическое обеспечение, которое сопровождает данный курс окружающий мир. Ну давайте посмотрим некоторые странички, хотя бы учебника первого класса, для того чтобы представить, каким же образом, каким методическим приемом в данных учебниках ученик ставится в активную познавательную позицию, чего и требует новый стандарт. Ну вот давайте возьмем во второй части, учащиеся изучают живую природу, изучают разнообразие животного мира. Они знакомятся с шестью группами животных, млекопитающие, птицы, насекомые и так далее. Шесть групп. Начинается изучение любой группы, ну по законам введения понятий, предоставление как бы возможности учащемуся познакомиться с учебным материалом. То есть учитель организует восприятие того учебного материала, который будет изучаться на уроке. Ну вот в данном случае у нас с вами в семье друзей пернатых. То есть мы будем изучать птиц. Сразу же ученик ставится в активную познавательную позицию. Первый же вопрос со значком. Наблюдай, каких животных ты видишь на фотографии. Сравни строение тела млекопитающих, которых они изучали на предыдущем уроке, и птиц. Чем они различаются? Вот если посмотреть на новый стандарт и требования его, там одно из требований стоит именно так. Ученик должен уметь различать предметы окружающего мира по их признакам, а по существенным признакам объединять в определенные группы. Вот и здесь ученик изначально сравнивает млекопитающих, которых он изучал на прошлом уроке, вот с теми животными, которые он будет изучать на этом уроке, то есть с птицами. Дальше следующий вопрос. Или посмотрим, назови признаки птиц. Значит, опять-таки реализуется новый стандарт, в котором сказано. Ученик должен уметь описывать предметы окружающего мира, называя их отличительные признаки. Значит, видите, система заданий ученику позволяет ему осваивать вот эти универсальные учебные действия. Далее идет такой вопрос. Найди карточки. В рабочих тетрадях есть разрезные карточки, на которых ты найдешь птиц, которые обитают в лесу, в городе, на водоеме и так далее. Он отыскивает карточки, и уже представление об этом мире птиц у него еще увеличивается. Помимо этого, эти карточки он может потом классифицировать. Это млекопитающие, это птицы, это насекомые и так далее. То есть обучение идет через активную деятельность ребенка. Он все время находится в активной позиции. Разнообразие птиц. Опять рассмотри птиц, чем они отличаются, чем они похожи и так далее. Это теологические операции или умственные операции, которые опять, если вернемся к стандарту второго поколения, во главу угла ставятся. Ученик должен владеть этими логическими операциями. Значит, через систему специальных заданий мы формируем это умение. Подумай, какой признак поможет тебе узнать водоплавающих птиц. Значит, ребенок должен рассмотреть, взять информацию из иллюстрации и сделать свой какой-то вывод. Потом проверить птицы. Ну и завершая, так сказать, не буду подробно все говорить, завершая, обязательно в конце каждой темы есть так называемая копилка знаний, где ребенок получает информацию о том, что он должен знать. Но к этой копилке знаний он подходит через свою деятельность. Через свою деятельность. Поэтому деятельность ребенка во главу угла. Ну и так дальше вот потом разворачиваем, изучаем птицы дальше, забота о потомстве и так далее. Значит, основной, вот иллюстративная информация ребенку предоставляется богатая, потому что младший школьник еще тексты научные читает слабо. Я прошу обратить ваше внимание вот на значок, который стоит вверху. Этот значок говорит о том, что этот материал является дополнительным, не основным. Это учитель тоже должен увидеть, и поэтому по желанию дети могут читать этот, рассматривать материал и так далее. И учитель решает, будет он изучать или нет этот материал. Таким образом, и основной, и дополнительный материал идет. Вот идет дальше наши маленькие соседи. Такая же ситуация. Сначала все рассматриваем, находим, сравниваем и так далее. Потом делаем какие-то выводы. И опять проверь свои выводы. Вот сама конструкция учебника уже позволяет учителю формировать те понятия, которые определены стандартом. Ну и еще коснусь вопроса, в данном случае мы поговорили о животном, например, мире. Коснусь вопроса, который очень животрепещущий и очень остро поставлен в стандартам второго поколения. Это личностные универсальные учебные действия, среди которых сказано, что ученик должен себя осознавать членом российского государства. То есть государственную идентичность должен, что он является россиянином, что в России живут многие народы, и что жить нам нужно всем в мире и дружбе. И вот начиная с первого класса, вот этот разговор о том, что разные народы, у них разные обычаи, разные игрушки делают народы, например, да, дальше, разные узоры в одежде используют, вот национальные какие-то традиции и так далее, позволяет ребенку познакомиться с многообразием народов и так далее. Ну и обязательно личностно ориентированно. У каждого ребенка должны быть свои увлечения. И вот этот разговор мы начинаем с первого класса. Твои увлечения. Кто-то собирает открыточки, кто-то машинки и так далее. Но вот далее от того, какие твои увлечения и кем ты являешься на сегодняшний день, да, в данном случае первоклассником являешься. Вот дальше введем разговор о том ближайшем окружении, которое окружает ребенка. «Твой дом и двор», «Родной край». Значит, это идет такая, скажем, работа экскурсионная, по которой он узнает свой родной край и сравнивает его с тем, что он видит на этих иллюстрациях. Краеведческий принцип обучения, несомненно, нами использован здесь и тоже стоит во главу угла. Изучение родного края начинается, как я вам уже показала, с первого класса и продолжается по четвертый класс. Все понятия, которые мы вводим, обязательно конкретизируем на местном материале. Если в первом классе изучаем разнообразие растений, значит, изучаем растения родного края. Если во втором классе говорим о России, о российских городах, значит, обязательно говорим о родном городе, его особенностях. Если в третьем классе изучаем развитие живых организмов и так далее, обязательно обращаем внимание на сезонные изменения именно климатических условий, природных условий родного края. Если в четвертом классе изучаем природные зоны, то обязательно конкретизируем и более подробно изучаем природную зону родного края, в которой находится наш родной край, природную зону, конечно, изучаем более подробно. Если изучаем историю государства нашего, основные события, яркие события, обязательно конкретизируем, какие события происходили на территории нашего края, какие народы живут на территории нашего края и так далее. Кроме краеведческого принципа, конечно, экологический принцип реализуем. То есть экологический принцип, все связано со всем, пронизывает все содержание курса. С точки зрения исторических каких-то моментов, то здесь мы тоже реализуем так называемый хронологический принцип повествования исторического. То есть все в хронологической последовательности дается ребенку. Он изучает историю России именно в хронологической последовательности.